Жил-был кот по имени Мурзик, который не любил сметану. Как-то раз он прогуливался по улице и увидел на противоположной стороне улицы огромный золотой замок. Не удержавшись, Мурзик решил пойти посмотреть, что там такого интересного. Как только он приблизился к замку, он увидел, что на замковой стене висит огромный значок Сбербанка. Что это такое, удивился кот. Внезапно, он услышал голос, который позвал его среди цветов в саду. Это был директор Сбербанка, граф Сбер, который сказал, что он нашел серебряный ключ, который открывает секретные двери замка, но ему необходимо научиться говорить на котовском языке, чтобы смог получить доступ к дверям. Мурзик согласился помочь графу Сберу и научить его говорить на котовском языке. Они провели несколько дней вместе, и, наконец, граф Сбер научился говорить на котовском языке. Мурзик и граф Сбер отправились в замок, и с помощью серебряного ключа они открыли секретную дверь. Внутри они нашли огромный сундук, в котором были золотые монеты и бриллианты. Граф Сбер сказал, что этот сундук принадлежит всем животным, которые не любят сметану, и разделил его содержимое между ними. С тех пор Мурзик стал частым гостем в замке Сбера и наслаждался золотыми монетами и бриллиантами. Но главное, что он нашел нового друга и помог ему стать более общительным и дружелюбным в общении с животными, которые никогда не любили сметану. А граф Сбер стал самым популярным банком во всем королевстве, благодаря своим друзьям, животным, которые получили свою долю золота и бриллиантов.